Тирасполе турист из Бельгии спас тонущего мальчика. Все произошло вчера на пляже у околица. Другие отдыхающие не сразу поняли, что ребенок идет под воду. Быстро отреагировал только иностранец. Подробности у Алины Ганган. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно. Но не могут найти туриста и бельгийца, который вчера на пляже у околица спас тонущего мальчика. Рассказ о неизвестном герое маршака пригодился нам для истории спасения в Тирасполе. О ней нам рассказала терраспольчанка, которая отдыхала вчера на этом пляже. Столичные жители называют его пляжем у околицы. Девушка в положении, вчера очень сильно испугалась, и поэтому сегодня решила отлежаться дома. Но поделилась с нами историей спасения и фотографиями героя из Бельгии. В пяти часов вечера, в семнадцати часов мы с семьей приехали на пикник возле околицы. Отдыхающих было немного. Кто с собаками, кто с детками гуляли. Шум, скажем так, общественный был. Что обратили внимание, что дом на колесах, как оказалось, это туристы. Очень общительные, даже жлюбные, да, люди. Пытались, как оказалось, предупредить, что здесь опасное дно. На пляже гуляли двое мальчишек. По словам Олеси, им было до десяти лет. Залезли в воду, сразу показалось, что умеют плавать. Да и далеко в воду они не заходили, поэтому внимание окружающих к ним не было приковано. Вдоль берега еще гуляла женщина с собакой. И вдруг она начала громко кричать, что тонет ребенок. Все оторопели, но из машины, которая стояла примерно возле вот этой большой ветки, выбежал бельгиец и нырнул в воду. Он забежал в воду и спас мальчика, потому что тот уже фактически уходил полностью. Он его спохватил. Это благо, он не ушел в водоворот полностью. Но воды насербался. Но мальчик, который тонул, он сказал, говорит, я плавал, чувствовал дно. В какой-то момент просто обрыв. Обрыв и, говорит, дна просто не было вообще нигде. А друг почему не дал руку? Потому что он говорит, я боялся, что я сделаю шаг и уйду за ним. Бельгиец успел. Мальчишки сказали, что чувствуют себя прекрасно, поблагодарили. А турист даже попытался еще раз объяснить на непонятном языке для детей, что плавать здесь опасно. Сам же бельгиец пока бежал и старапал себе все ноги. Загнал себе стекло в стопу. И стекол мы тоже на пляже нашли предостаточно. Он совершил подвиг, говорит Олеся. Люди, приехавшие из другой страны, ничего ни слова не понимая, просто без всяких раздумий, нырнули и просто спасли, скажем, нашего ребенка. Все дружно подошли потом и начали благодарить, хотя абсолютно это чужие нам дети. Начали благодарить. И знаете, у них был такой уровень счастья в глазах, что просто люди хорошие рядом. Бельгиец с женой просто приехали отдохнуть у Днестра. Они рассказывали отдыхающим, что любят фотографировать природу и животный мир. А тут такое и не испугались. А вот мальчишки слезно умоляли ничего не рассказывать родителям. Как зовут героя и где он теперь, пока нам неизвестно. Алина Ганган, Александр Киркелан, ТСВ.